здравствуйте друзья только недавно начали а это уже кажется 7 серия я цитирую сам себя потому что кому-то это будет полезно но может быть зрение подвело под видео это может еще что-то может наоборот кто-то плохо слышится хорошо видит но эти статьи уже в прошлом считайте что они забыты наступили новые времена интернета поехали итак железы самый быстрый и дешевый способ создания плодового сада лучше в вашем городе и области это действительно так и у меня много примеров так много о том что и к уже это было уже есть у меня в интернете пару раз листал комментировал сотню фотографий чужих городов но с моими клонами или с сенсовыми культурами которые дали прекрасные результаты итак данном случае способ данном случае на примере неудачных россии но прекрасный слив вот они же сама идея проста первое садятся надежные моростойкие сорта они предназначены частично для выращивания на собственных корнях частично или полностью предназначены служить подвойми для более роскошных но менее моростойких родственников это надежная синица в руках рядом это происхождение семян кстати желательно из вашего же района или не менее или лучше даже более сурового климата рядом садятся семена лучших российских зарубежных сортов лучших не боясь и не стесняясь это уже жар птица вот и вы сразу скажете а если я в магазине куплю роскошное пятьсотграммовое яблоко или стограммовый абрикос можно в принципе это можно если потом посадить на подвое но лучшие из лучших российских зарубежных я считаю уже те которые уже живут в России вот эмигранты но уже привыкли вот это и есть жар птица третье не дав им шансов на частичное замерзание еще до сильных морозов октябрь ноябрь декабрь вы срежете с них почти весь прирост и прибьете на пункт 1 то есть на подвое уже весной следующего года получите журавля в небе вот заметьте жар птица это самое самое а жара в небе все таки надежнее все таки это привито не принявшие привои саженцы подвое на следующий год больше не привайте они не хотят приваться кстати у них и без того отличные шансы дать плоды неплохого качества так вот пожалуйста имеется ввиду что вот так у вас случится ну ничего вот потом отрежете вот тут и пусть растет в себе подвое и это мое инфицирование мой новый термин то есть несмотря на пожили вместе он был жив он некоторое качество культурный переходит подвое в дикий или полу культурный становится культурнее это одно из моих новых терминов называется инфицирование растущие после сильной обрезки крупноплодные сорта отнюдь не обречены они ведь из сада железного а там ниже просчете о загадочной телегонии да и низко штабовые деревья трудно загубить снежной россии видите вот теперь ему ничего не страшно это роскошные плоды мы договорились на примере слив разговаривать но часть сада о разбилась но часть сада все же составит именно привитые деревья о коммерческой составляющей и о количестве ниже а далее прозра жизни в вашем саду первое условие грунтовая вода на глубине не менее 3-4 метров новый участок начинается с разведки то есть колодца причина у вас будут только сеяться с неповрежденными стержневыми корнями почему второе условие выращивание семян будущих подвоев и будущих приводов только на месте без единой пересадки допускается только прореживание причина вы начнете сразу сортов лучших в России в мире они должны быть исключим дебильную обрезку не тронутыми лопатой секота третье условие либо не серный склон почему посмотрите на фото 3 на тень от этого человека если на фото полдень то уже догадались дело плохо а если утро сад будет поняли да если сейчас утро солнце переместится и начнет обогревать вот этот крутой склон а если сейчас полдень а солнце справа он будет солнце лучше скользить и не обогревать то есть надо еще желание иметь расходство слева будьте добры еще подберите под них лучше склон чем ровное место постулата джелезова только в смешанном саду возможна биологическая совместимость при прививках между дикими и культурными сортами только в смешанном саду отсюда четвертое условие нужен надежный адрес настоящего сада без компьютерной графики вместо фото плодов откуда вам придется выписать семена и семечки сразу и подвойные и привойные причина черенки с другого места не гарантируют биологических совместимых заранее выращенными сельцами подвоями ну а готовые сады со стороны вообще заведомые коллеги с изгородными корнями даже лучшие из них любой выкопанный переведенный сады из коллега об этом мы должны знать и вот допустим мы изучили сайт вот он сейчас я нажму сюда вот вот он мой сайт теперь значит внимание на новый адрес нажимаем на новый адрес вот он родимый это уникальный сайт вот это сайт который только за него уже должны дать таблицкой премии здесь два мировых открытия десяток посадоводства открытия и так далее все долго задерживаться тут мы не будем так пойдем дальше и вот допустим мы изучили сайт и решили судьбу своего будущего сада связать с семенами из лучшего северного российского сада железного написав письмо вот сюда и заказав каталог тогда пятое условие выписать семена да и стратификации соответствую сортам декабрь или январь или февраль статью высылаю по заявкам посадить сразу до зимы оптимистом если вы из много снежного региона или провести стратификацию хранения в холодильнике или погребе в сельхо-сором песке именно своими руками вот мои руки готовы к высадке можно получить от железного семена и позже февраль март апрель пакетик с сырым песком но тут возможно преждевременное просыпание семена в дороге по пути от 3 до 7 попадание то в тепло то в холод перевалка а зима может задержаться или наоборот фото 5 5А смотрите и так когда с региона 18 февраля вы получаете готовые начинают проклеваться прямо посылка груша яркий пример мне удалось взять и 22 апреля расковырять эти самые не отправляя то есть не отправил а это заканчивается высылка потому что дальше просыпается прямо в посылках вот доказательства то есть все надо делать вовремя отсюда совет выписывать какие семена до ноября декабря января смотря какой вид и закладывать на статификацию самим статья на сайте называется статификация семян по северному варианту до наших садов вот тот самый сайт найдете его вот да можно найти еще проще не заморачивать в яндексе или гугле берете три слова по русски в поисковике сайт ну вот железо все верхняя строчка вы на сайте секунды опознавшим тогда придется самим садить если умею два этапа фото 6 и 7 от моих друзей видите кстати посадка сразу на бугор раз уж он гарантированно пошел вверх проснулся значит посадка на бугор считайте постоянное место шестое условие не использовать ни один из привычных как говорят прямо из СМИ которые называются Мерцедам и я все чаще адресат авторов они продолжают печататься учат убивать используют только идиоматические выражения в скобках надо назвать мат седьмое условие для нелюбителей приевать семена выбирать не самим а доверить мне железу причина вот тут и начинается самое главное у меня особый сад в нем растут все необразимое многообразие нет не сортов а сортообразов клонов и форм и культурных и полукультурных и диких и совсем диких и привитых и не привитых и все это рядом все перемешку нарушая все мысли правила и законы как и для Мичурина для меня законы Менделя неприемлемы именно садоводствием далее антинаука внимание деревья занимаются сексом с помощью половых органов пчел в том числе и без зачатия телегония меняя плоды не только у потомства но и у самих себя в результате стало невозможно предсказать крупность окраску вкус плодов внимание даже на одном и том же дереве в разные годы фото 8 у меня таких фотографий сотни это плохо потом внимательно рассмотрите у меня на все про все 30 минут потом отключается это самое видеокамера для меня великолепно но не хочу я знать заранее что вырастет а вырастает такое зато каждое новое открытие вызывает восторг и в результате ведь каждый год новое открытие нужно снова снова сближать и ждать чудо для примера продолжим разговор как эффективно вырастить именно сливовый сад как самое легкое на исполнении благодарные изделия да это так проще проще и вот вы ниже увидите часть из моей коллекции полносящих слив растущих вместе но условно разделенных на две части неспроста подчеркиваю слив в теории южных мировых стандартов и привитых именно для восточных слива китайских тогда я продолжу подбирать к главному верчайший пример поддающийся проверке весь сад именно на этом дачном участке 30 соток удивительно молод и был заложен кроме нескольких деревьев стариков в 2005-2008 году вот но мрачные даты тогда два приема был сожжен главный сад на острове получается все что увидели на моих роликах и фотогалереях тонны лучших плодов выросло посте менее чем за 10 лет и находятся в расцвете сил несмотря на охова и 40 градусов мороза и не поверите практически без снежья и все живо и это доказательство что вам тоже понадобятся считанные годы итак фотографии 13-15 годов я его не формировал дерево само сформировалось венгерки с Украины китайские сувениры Востока но это не те китайки что пришли на север это южные китайки это супер сорт вот вот еще так хуча евразия 21 переделанная сувенир Востока родная мать не узнает венгерки итак допустим вы выписали у меня в том числе и кошки именно этих прекрасных плодов средняя цифра 100 штук посадили в своем саду после первого года срезали прямой кроме нижних 3-4 почек жесткая технология железного кстати потом из этих 3-4 почек вылезают прекрасное непривитое дерево они обязательно замерзут привели на то а вот они же и просто ждете доплодошение части из них 3-5 лет именно после сильнейшей обрезки черенков для так еще раз доплодошение 3-5 года именно после сильнейшей обрезки черенков для а потери среди этой роскоши да, частично но не полные сейчас доберемся ниже а ниже внимание сверхморозостойкие сверхурожайные сортоврации китайских коксуристских слив самые сладкие из надежных и самые надежные из сладких это тоже феномен в садовом царстве одновременно и сладкие и корнесобственные и подвои для роскоши вот они посмотрите на эту красоту вот это вот это вот это вот это это все непривитое это все как несобственное вот это вот это старик держится еще вот это вот это вот это вот это вот это вот это и так 100 на подвое 100 на прямой 100 плюс 100 косточек при хорошей скорости даже 50% это это сделают сад через 5-6 лет лучше в области тысяча кстати до сих пор никто не рискнул хотя статье много лет тысяча косточек это 20 тысяч рублей россия вообще-то в новогодние праздники на застолья тратят больше тысяча европейская россия сибирь на урале дали востоке то есть так как отсутствие их по всей стране великой не убиваемых катаклизмами но убиваемых садоводами на всероссийский позор повторяю отсутствие их на всероссийский позор ну вот вы привели на них вторые 100 черенки срезанных скульптурных саженцев первых 100 и смешанный суперсад готов напоминаю заглубление консек символическое тема эта отдельная и болезненная я ведь обвинил сотни тысяч авторов СМИ в уничтожении садоводства России в целом заглублением семян на несколько сантиметров похоже ничего не изменилось только одно фото именно здесь это для будущих учебников видели раскопанные заглубленные раскопанные это занимается вся страна на нем раскопанный абрикос ужас современного садоводства убивая своими руками заглубленной посадкой и уча миллионы садоводов тоже убивать ни один из авторов не догадался раскопать ни один из миллиардов мертвых саженцев за 153 печатного дела распространяя смерть миллиарда экземпляров посадка на холм или гряды потом мои друзья помогут они ниже если проблемы ваши сады заставят вас и чисто делать пересадку то вам поспорили видеоролик вот жалко что это это я могу нажать а вы не можете интересно когда вы получите этот фильм сможете его так же сделать так еще подспорили для доверчивых новичков железов один из примеров величайшего лохотрона прорезвища страны любуйтесь вам друзья принимают за лохов фото 29 какую глупость они лохотронщики совершили прислал в каталог мне железово посмотрели красиво не поняли в чем прикол это я себя цитирую внимательно посмотрели центр абрикосы колновидные вот сразу скажу это все колновидные на свете нет ни одного дерева колновидного абрикоса персика сливы вишни груши черешни поняли ни одного вот если бы об этом в школе изучали посмотрели красиво и не поняли в чем прикол расчет именно сибирян и сибиряков ни разу в глаза не видишь ни абрикосовых ни персиков деревьев если не поняли это значит вы никогда не видели именно плодоносящих абрикосов которых на самом деле нет на фото зато на фото есть красивый персик рисунком рисунком который вас разводят на бабки а в целом сейчас такие нет ни фото а рисунки изобразить любой компьютерщик в их каталоге их наволок что делать повторить то что я сейчас раскол выше в виде инструкции для небогатых и людей среднего достатка то есть для тех у кого нет лишних денег для покупки новорожденных сарцев коллег да и богатым тоже ведь нужны свои церебрые фрукты им и их детям горькая шутка горькая шутка богатые проигрывают бедным только в одном они могут себе позволить во много раз больше есть отравленных фруктов а на подворье болезнь такая у них растут красивые сорняки и так слегка повторюсь далее предполагаем если даетесь мне дальше все будет зависеть от вас инструктаж печатается впервые так глоток кофе первым выписывайте 100 костей китайских слив детских сорт образцов смотрите каталог на конце статьи это ваше будущее подвое для прививок роскошных южных слив уже зацепившихся за сибирскую землю экономите и деньги и не повторяйте 30 моих нелегких лет сейчас бы я сказал 36 выписывайте 100 костей плодных слив из моего сада беспорядочные половые связи вторых с первыми гарантия биологической совместимости как у меня с терминами сновочными беспорядочные половые связи вторых с первыми гарантия биологической совместимости а значит максимальная морозостойкость о санификации или подзимнем поливе отдельный разговор садить и те другие два четыре шесть рядов через один ряд на гряды получаете предположим средний сад 50% всех затрат на семена 200 на 20 рублей 4 тысячи это цена одного двух мертвого одного двух ну пусть трех мертвого рожденных саженцев роскошных каталогов и засекреченных в смысле не существующих садов при 50% успехов мне меньше 90 не бывает и мои малозатратные технологии вот получается 40 рублей за годовалый саженец и плюс минимальные расходы при щадящей технологии последующие годы ниже поясняющее фото из садов моего и моих друзей вот это 50% схожесть у китайской сливы моей ученицы это стопроцентная схожесть персика Хасанска в моем саду по отношению привитого на мажорский абрикос или китайские сливы на второй третий год внимание а это кстати ну руки ноги Чернобаева это второй мой сад как бы мой то есть сад дублер все от меня было перенесено к нему все плодоносит включая персики мои так а у не при так сейчас ну в общем вот это непривитого персика по отношению третий четвертый год к примеру на фото 32а третье по отношению а всего пятый год от роду вот вот он ниже сень сусурийской груши школка же Сергея Железова широко пропагандируемый Сави Бичуриным и забыто широкой практикой посредствии схожи 90 процентов вот она сусурийская груша годятся ли на прививки однолетними ответ на фото 34 дело в том что я специально они вроде мелкие казалось бы еще надо год растить а год для нас стариков немало ну что ж пусть будет так посмотрели снизу вот они нормально годятся на прививку вот внимание прошел год от посадки себя еще полгода после прививки чего и вам живая вот то есть не было ничего через полтора года взрослый сад с тысячами цветочек почек так перед вами это я словами перед вами сейчас знаменитого неубиваемого зиму еще на морозе питомника сада точнее питомника переходящего в сад из лучших из густо выращенных саженцев то есть поняли какие остаются на месте поглядите есть такие выдающиеся а еще точнее изобретенный мной так называемый кочущий питомник когда лучшая саженца остается навсегда на месте а питомник по мере их роста вы стесняется на новый участок ну как вы стесняете тут продали а садим уже на другом месте в этом уже не посадишь если тоже повторить используя семена теперь уже из своего сада вы поборете со мной латинковым у нас пока всего двое практиковного садоводства за звание лучшего сада в стране ну я еще раз говорю две сотни костчик это конечно что начало лучше будет две тысячи вот тогда уже сразу всю страну вылучаю ну они же бесценные фото моих друзей все подряд на заданную тему привлечения я мог бы придираться каждому из них но направление впервые за двести лет последних верное то есть придираться не буду это это мои косточки в садах друзей это мои моя технология заметьте святое самое дерн не тронут все сверху там по дернам нижний этаж это как подавит вашего дома там жить корням там все не тронут там готова инфраструктура там аэрация вентиляция канализация все готово не вздумайте перекапывать ни лопатой ни трактором вот это есть одна железа вот еще раз я не подираюсь это фотографии моих друзей которые не отсчитываются как мои семена в них себя чувствуют вот на этих фото на этих выше фото внушаемой мной мысль не всегда удача ученикам земля привозная со стороны полностью стерильная из поддернанной на селине никаких добавок для обогащения почвы до обильного погрешения дёрн в саду неприкосновение для лопат лучше всего целина ну вот к примеру вы решили ставим тесно как мне на 10-30 сотках а ведь кочущий питомник похоже в подобии геометрической прогрессии в считанные годы может перерасти в десятки гектаров и через 3-5 лет имея копию сада Железова с благодарностью вспомните о самом неправильном садоводе России вот вот этот участок который ближе это прикуплен мной я так на это глаз положил на этот именно склон представляете и холлов нет и ничего не задерживается ни снег ни вода вот а оттуда пекло мы смотрим на запад вот там вот за горой запад вот вот так под бутылками тепло видите снег тает вот так вот и все а вот результат ни одного никогда ни больного листочка и ни одной длинки вот что интересно вот когда получается с умом все делается некоторое представление о последних событиях в саду 2015 повторяю довольно старых статьях дают эти ролики видеоинтервью журналистам газеты вот ой мне осталось полторы минуты и вот мои данные и еще как мне учат ставьте лайк или как тут написано в решении по традиции несколько слов про лайк если поставите в статье лайк его покажут другим читателям в ленте так программа определяет что нравится аудитории если судить по темам которые показывают чаще то всем нравится смотреть про знаменитости которые жилились подрались спились поэтому будьте добры поставьте пожалуйста лайк так это я это вам не говорил но это но лучше поставьте так осталось сколько одна минута интересно этот фильм сто лет не видел что жаль сейчас отключится а украина это самый юг христианская область николаевская одесская крым ну еще где-то чуть-чуть и больше персиков не было на весь Советский Союз пробовали да где-то но укрывать 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 что такое укрывать сегодня укрыл у тебя вот такие вот плоды прям с магазина укусил выплюнул вырасти о чудо аж вот такие могут вырасти а на следующий год это же укрыто нижние сопрели вот сегодня снег сухой мороз под снегом вьют завтра снег сырой мокрый гнило и так бывает бесснежная зима вот если сейчас у меня самое страшное я ведь не просто так говорю я хочу чтобы вы убедились чтобы люди потеряли страх чтобы когда им говорят а им говорят специалисты этого не может быть никогда в железных раз если с и нет так они если это эта